Двуногий хищник Все воссозданные динозавры важны, но некоторые просто поражают наше воображение, и аллозавры в их числе. Считается, что в родной среде они находились на самом верху пищевой цепочки. Мне будет интересно узнать, так ли это, если представится такая возможность. Гигантозавры часто путают с тираннозавром Рексом. Они и правда выглядят и ведут себя очень похоже. И про обоих можно сказать, ест все, что попадется на глаза. Но этот ящер еще и очень быстрый. Если вам когда-нибудь придется убегать от этого великана, знайте, роковую ошибку вы уже совершили. Этот динозавр важен по ряду причин. Конечно, не только этот, но да и на них долгое время служил причиной диспутов среди палеонтологов. В частности, из-за него ученые не могли понять, были динозавры теплокровными или холоднокровными. Теперь, когда они у нас в парке, мы знаем ответ на этот вопрос. Компсогнат Компсогнат – не крупный хищник. Но не дайте его скромным размером себя одурачить. Это безжалостный охотник. А, корнотавр. Прекрасно. Этого хищника легко узнать по рогам на голове. С ними он похож на рок-звезду. Благодаря сильным ногам этот динозавр быстро бегает, так что лучше не стоять у него на пути. Он прямо-таки невероятно крут. Услышав корень мега, вы сразу понимаете, что речь идет о чем-то значительном. И мега-галозавр не исключение. Оказавшись в любой среде обитания, этот плотоядный терапод немедленно становится ее безраздельным хозяином. Незаменимые свойства для выживания. Но здесь, в парке, мы этого не потерпим. Тиранозавр Рекс, пожалуй, самый здоровый. Знаменитый динозавр в мире. О Тираксе знают все, даже те, кто не может отличить хищников от травоядных. А уж когда вы увидите его вблизи, ощутите на себе его взгляд, то сразу поймете, почему Тиракс считался царем мелового перинга. Позвольте представить вам Метрия Кантазавра. А теперь повторите это быстро три раза. Это альфа-хищник, не такой крупный, как его собратья, но зато передвигается на двух ногах. Типа держит осанку, разрывая жертву в клочьях. О, необычный динозавр. Да, не все необычные, но этот выделяется благодаря рогу на носу и двум роговым выступам над глазами. Это царатозавр. Похож на Тирекса, но уступает ему в размерах. Думаю, кусается он не хуже. Цанчжоузавр, красавец. Все-таки хорошо, что мы возвращаем к жизни этих быстроногих и ненасытных хищников. А еще лучше, что я могу сидеть в офисе, заперев все двери. Этот ящер считается одним из первых динозавров. Его сородичи жили около 216 миллионов лет назад. Их останки находят в разных уголках мира. Он получил название Целлофис. Но взглянуть на этого ящера поближе можно только здесь. Познакомьтесь с нашим новым ящером. Это процератозавр. Его можно легко узнать по яркому гребню на морде. Он уступает некоторым другим хищникам в размерах, однако поверьте мне, легкомысленно к нему относиться точно не стоит. А здесь у нас Геррерозавр. Этот хищник станет прекрасным дополнением к нашей коллекции динозавров. Все, что ему нужно, внимание и забота. Это Альбертозавр. Своим названием он обязан канадской провинции Альберта, где впервые нашли останки его сородича. Эти динозавры коварные хищники. Их главное оружие – ряды острых зубов. Они живут стаями. И за ними интересно наблюдать. С расстояния. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Еще он известен тем, что плевет своей жертве в глаза, ослепляя ее перед нападением. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А теперь слушайте внимательно. Этот зверь зовется Кархарадонтозавром. Пасть у него что надо, верно? Поскольку он альфа-хищник, его челюсти частенько перемалывают медлительных, слабых и невнимательных. Вот почему я к нему и не приближаюсь. Но вы-то другое дело. Лично мне всегда казалось, что Краадона недооценивают. Это один из тех динозавров, которые будто застыли во времени. Этакая переходная форма. Да исторический вот каназ, а ныне наш современник. Невероятно интересный экземпляр. Как для ученых, так и для гостей. Рекомендую этим воспользоваться. На свете довольно мало таких ящиков, как майонгозавры. Они не крупные, коренастые, прирожденные охотники. А еще они, возможно, поедали своих сородичей. Такое поведение большая редкость у динозавров. Что может быть лучше, чем ужин с друзьями? Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут сказать. Индоминус Рекс остается моим любимым творением. Да, природа создала динозавров, но и Рекса создал я. Для этого потребовались длительные исследования, смешивание, добавление и гибрадзе с генами. И, разумеется, настойчивость. Результатом стал прекрасный и смертоносный гибрид. Альфа-хищник среди альфа-хищников. Так что, пожалуйста, относитесь к нему с вниманием и уважением. Этот динозавр выведен искусственно. Он хорошо видит в темноте и использует эхолокацию для поиска жертвы. Возможно, рано или поздно Индоравтор появился бы в природе естественным путем, но я успел раньше. Опасен ли он? Разумеется. Как и наука. Продолжение следует... Потрясающе! Орионикс! У этих динозавров огромные когти на передних конечностях. И они любят воду. Учитывайте это, подыскивая для них среду обитания. Ориониксов всегда считали падальщиками. Теперь, когда у нас есть живые экземпляры, мы сможем выяснить, так ли это. Орионикс! Череп этого динозавра напоминает крокодилей. И повадки у них весьма схожи. Изначально Зухамим питался рыбой и мелкой тобычей. Давайте сделаем все необходимое, чтобы он не включил в свой рацион еще и двуногих в коллекционных футболках. Даже я вынужден признать, что этот динозавр выглядит весьма внушительно. Это спинозавр. Пожалуй, самый крупный из хищников. Разумеется, я не собираюсь к нему подходить, чтобы лично убедиться. Для этого у меня есть «вы». Субтитры создавал DimaTorzok